Как проходит подготовка к военному параду? Будет ли отличаться торжественное шествие в нынешнем году от предыдущих? Сколько военнослужащих пройдут по главной площади страны? И сколько единиц военной техники представят на показ? Мы расскажем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Основная задача, которую нам необходимо решить Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом году организаторы хотят удивить жителей столицы Сделав военное шествие самым многочисленным и ярким Традиционно пройдут по площади военная техника В том числе и поступившие вооружения 16-17-х годов Более 300 единиц Примут участие ветераны вооруженных сил Которые состояли у истоков создания наших вооруженных сил В небе над столицей состоится воздушный парад Одна из особенностей предстоящего парада Это его масштабность Ежегодно количество участников и военной техники увеличивается В этом году количество участников более 5000 человек Это рекордное количество личного состава и военной техники Чего ранее не было Ветераны вооруженных сил, воспитанники школы Жасулан И военно-технических учебных заведений Также примут участие в параде Это еще одна особенность этого парада в этом году К слову, представители Министерства обороны Обещают удивить еще несколькими новшествами Сегодня все участники парада и военная техника Сосредоточены в городе Астане Развернут полевой лагерь Созданы все необходимые условия жизни и быта Ежедневно проходят тренировки пеших парадных расчетов И механизированных колонн Если я сейчас вам буду раскрывать весь замысел Потом 7 мая будет неинтересно Поэтому я уверенно заявляю, что парад будет очень масштабным Как и в количестве участников военнослужащих Так и в боевой технике Так и в разновидности участников вооруженных сил Видов вооруженных сил Военные группы, съехавшиеся из региональных командований Со всех областей страны Состоят из солдат-срочников Желающих участвовать в параде было много Но претендентов выбирали тщательно Во внимание брали и рост, вес, телосложение И навыки ходьбы строевым шагом Большинство из ребят почти закончили военную службу Многие из них отправятся домой через 10 дней после парада Нас выбрали 2,5 месяца назад Отбор был серьезный Но мы очень обрадовались, когда по его итогам назвали наши имена Для нас большая честь участвовать в параде Сначала было трудно шагать в одной коробке Если сбивается один человек, то поймать прежний ритм нелегко Также сложно шагать в такс с барабаном Но теперь мы этому научились Известно, что в параде примет участие рота бригады территориальной обороны Строевым маршем пройдут и женщины-военнослужащие Девушки ничем не уступают мужчинам И так же, как и они, готовятся к параду, не жалея сил Но девушки хотят оставаться красивыми даже в строю А потому, чтобы не сгореть под палящим солнцем Женщины тщательно закрывают лица от солнца Каждая из этих 154 военнослужащих Прошла сложнейший психологический и профессиональный отбор Требования к участницам парада были такие же, как и во многих других армиях Не старше 35 лет, не выше 175 сантиметров Командиры полностью уверены, девушки не подведут Ведь каждый из них высококлассный специалист И настоящий профессионал своего дела Мы начали подготовку 1 апреля Приехали в Астану из семей Подготовка к параду проходит хорошо Строевый марш женщин ничем не отличается от мужчин Мы в равных условиях Парад требует тщательной подготовки Необходимо устроить настоящее шоу Ведь транслировать будут его не только на территории Казахстана Но и далеко за пределами нашей страны Грядущий парад должен показать военную силу и мощь нашей республики Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...